Победитель Первые соревнования за губернаторский кубок проводились только среди аминчиков, но профессиональная организация турниров вскоре сделала Омский трофей желанным и для гимнасток с других регионов. Так и сегодня спортсменки от 5 до 20 лет участвуют в 9 групповых и индивидуальных номинациях, но из года в год увести кубок из Омска никому так и не удается. Те девочки, которые приехали, тоже очень сильные приехали гимнастки к нам и практически разницы нет. Все одинаково. Есть и у нас тоже девочки сильные, есть и послабее гимнастки, поэтому все в одинаковых условиях соревновались и выступали. Особое внимание на детском кубке. Именно здесь и сейчас свои первые шажки к медалям могут делать будущие Канаевы и Дудкины. Такой соревновательный опыт закаляет юных спортсменок и в случае победы, и тем более в случае поражения. Все хотят сдать первое место. Все хотят занимать первые места и даже третье место многих не устраивает. Бывает дети в 6 и в 7 лет уже, а бывает чуть позже только раскрываются. Здесь уже зависит все от ребенка. С пора до открытия прямиком наперестал. Первых чемпионов и призеров лично награждал министр спорта Омской области Александр Фабрициус. Большинство трофеев забрала Омская школа художественной гимнастики, которая не понаслышке знает секрет воспитания олимпийских чемпионок. Центр нашей художественной гимнастики, он заставляет видеть, наслаждаться и удивляться тому, что огромное количество наших юных девочек ходят на занятия. Сегодня мы даже набираем некоторые группы с 4 лет, для того, чтобы они просто приходили и занимались. Потому что невозможно, это действительно одна кузница кадров, которая есть процесс абсолютно с детства до профессионального уровня. Редактор субтитров А.Семкин